Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим Руд и это Метро 2033. А перед нами библиотекарь, который не особо доволен то, что мы пришли в архивы и нам надо найти какие-то данные. Да всё, всё, уйди ты от меня, бешеный ты наш. Кинг-Конг, красава. Он такой, ну и что? А я такой говорю, ничего. Давайте-ка пробежим-те-ка, я чуть не хочу с ним особо-то связываться. Куда-то сюда, да? Всё-всё-всё-всё-всё. Никого меня не трогай, меня здесь нет. Всё. Вот это да нормально. Блин, всё обрушивается. Тихо. Я не хочу чё-то упасть туда вниз. Хотя тут и вода, но... Всё равно я упал в воду. Мне кажется, было бы проще просто в воду упасть. И не париться. Так. Одно меня радует, то что мы прошли этого библиотекаря. Чё там, библиотекарь крысяков гоняет? Тише-тише. Кинг-Конг, ты наш. В баню тебя, а? К чёрту. К чёрту вас, Кинг-Конгов. Тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише. Что такое? Что тебе надо от нас? Мы тебя не трогаем, ты нас тоже не должен трогать. Так, я вижу ништяки. Как бы их забрать бы? Стоп. Стой. Стой. Ты где? Вот ты там и прыгай. Он не особо-то довольный нашим присутствием. Но ничего. Придётся немного потесниться. Во! Как ассасин. Так. Может быть, вон тоже кого-то мужика вижу. Скорее всего, у него тоже какие-то нишни... Тихо! Ты чё делаешь-то? Ну-ка, уйди. Псс, с ума сошёл, что ли? Можно, конечно, попробовать его убить, но мне кажется, у нас это не получится. Скорее всего, либо же получится, но потратим мы очень много патронов и средств. Либо же ещё что-нибудь. Но я не хочу чё-то его убивать. Мне и так проблем, в принципе, дофига. Тихо, 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 тихо. Пошёл вон. Что ты неугомонный-то, блин, библиотек... О! Ботиночек! Тише! Да что происходит? Я от тебя понял. Убери руку отсюда. Дурачок, а? Чокнутый библиотекарь. Блин, как бы не упасть бы туда. Так, надо фонерик зарядить. Вон он. Голубчик. Слушай, может тебе застрелить? Ты мне уже порядком надоел. Так, куда просто бежать-то? Тише, 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 тише. Я не знаю. Меня здесь нет. Пойдём сюда. Тише, 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 тише. Тихо, 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 тихо. Успокойся. Так, куда нам можно бежать-то? Их тут двое. Их тут двое. А бежать мне некуда. Уди от меня. Да что ты такой-то? Хэ. Зажал нас и всё. И не пустил. Вот зараза, а. Такие библиотекари, блин, зажимают. И потом фиг выберешься. Вообще, может быть, куда нам идти-то? Показывать туда. Но нам надо пройти через библиотекарей. Может быть, попробовать грохнуть его? Как вам такая идея? Я, конечно, бы за, но... Блин, это будет очень больно. Так. Надо подумать. Да уйди ты отсюда. Так, там есть какая-то лестница. Но как туда попасть? Здесь есть проход. К чёрту вас. Ну-ка, стоп. Уйди. Уйди ненормальный. Уйди. К чёртовой матери. Да пошёл ты вон. Заколебал ты уже, честное слово. Попробовать его завалить, что ли? Сколько в тебе патронов-то надо всадить, чтобы ты сдох? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я так не думаю. Чё-то много ресурсов на него требуется. Он у нас разозлился. И разозлился он не на шутку. Куда-то сбежал. Слушай, ты когда сдохнешь-то, а? Жесть! Вот это он танкованный. Как тебе насчёт дроби? Я всё-таки должен попробовать его завалить. Хоть это будет и трудно, но мы это сделали. Но на смену ему пришёл ещё один, с которым я связываться вообще не хочу никаким образом. Слушай, дружище. Давай-ка по-добру, по-здоровому. Видишь, что я сделал с ним? Уходи. Да уйди ты отсюда. Ну-ка не рычи, не беси меня. Нападёшь, я тебя убью. Честное слово. Даю просто, я не знаю, стопроцентную гарантию, что я тебя убью. Вот это хорошее решение. Иди. А на смену ему по-любому придёт ещё один. И там ещё один. Короче, их тут дохреня. Мне кажется, я его убил, а смысл того, что я его убил... Мне кажется, никакого смысла нет. Ну, по крайней мере, я нашёл выход. Но, блин, эта зараза постоянно здесь. Чё ему надо-то от меня? Я мимо пройду и уйду. Он меня даже не заметит. Тише. Где-то здесь, да? В батарейке садится. Так. Надо свериться с данными, куда нам идти. Нет, с данными свериться надо. Так, всё правильно, мы идём. На всякий случай я возьму... Ты точно. Да, блин, он где-то там ходит, внизу. Не получишь ты моего мяса. Не дождёшься. Блин, жёсткий библиотекарь. Да что ты, блин, лежал-то спокойно, сидел себе. Давай, всё. По-братски разойдёмся. Ну-ка, не рачи на меня. Я сам сейчас рычать буду. Давай, давай. Ты тут царь, ты тут король. Шагай. Спал себе спокойно, мог бы спать себе и дальше. Блин, нахрен. Я не знаю, куда, правда, идти. Скорее всего, сюда. Я уже хочу подальше от этих библиотекарей уйти, потому что чё-то они меня начинают совсем немножечко напрягать. Ну, совсем капелюшечку. Просто реально, сколько можно-то? И ходит, и ходит, и ходит за нами, и ходит. Так, тут откроется? Нет, фиг вам. Не откроется. Так. Как туда пройти? Так, здесь есть какие-нибудь архивы-то? Вот же архивы, бери. Блин, зараза. Так, ладно. Так. Иди ты, нахрен отсюда, задолбал. Серьезно. Пошел вон. Говнюк, а? Дурацкое место. Тут их охренеть как много. Пошел вон. Губошлёп. Да, 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 давай, удачи. Мне кажется, у меня аптечки... Аптечек не хватит на него. Да, да, я был прав. Мне аптечек на него не хватит. Пошел вон. Я ничего не вижу. Ты умер? Фу. Слава богу. Так, только одно но. Куда идти? Вниз, что ли, спускаться? Вот сюда вот? В эти подземелья? Ну ладно. Так, новенький противогаз нашли. Это уже отлично. Блин, вот эта вот местность мне не нравится, потому что непонятно куда идти. На нашему счету уже два библиотекаря. Так, ну все правильно, нам надо сюда идти. А здесь откроется? Здесь откроется. Так, закрывай. Вот они, архивы. Нам надо какие-то документы отсюда забрать. Их еще найти надо? Вот-вот. Длительная процедура будет. Так. Это не те, да? И это тоже не те. И это не то. Или это то? Не то. Не то. Ну ты систематично хотя бы открывай по одному. Вот так ты потихоньку, потихоньку. Вот какие-то документы. Да что такое-то? Может кто-то их забрал уже? Вот. Вот какие-то. Совершенно секретно. Секция D6. С картой. С карты метро. Так, тут никого нет. Так. Во. Отлично. Мы выбрались. Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Ну посмотрим, сможем ли мы выбраться без какой-либо помощи. Ой, мне кажется мы сможем. Опять по канализации. От библиотекарей к демонам. Как-то мрачновато. Не, не, не. Да хватит ты уже, ты, господи, достал меня. Во. Ха-ха. Кто это приехал? Куда едем, Геннадсвали? Отбросил за 50 патронов. Хе-хе. Геннадсвали. Артем. У тебя получилось. Здорово. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Секретные планы D6. Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артем, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Так он же ведьмак. Вы не знали? Может, музон врубим? Артем сегодня мы с тобой танцуем. Хе-хе. Давай, Владимирский Централ. Прокатимся, будет ли. Во. Под музончик. Мы уже приехали. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. А быстро мы приехали. С ветерком, видимо, проехались. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Угу. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Угу. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Понятно. Как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Так, привет, ребят. Ну, скажи мне слово. Ну, давай. Ну, что ты смотришь? Что вы такие неразговорчивые-то? Почему церковь? Только из-за прочной старой каменной кладки или бойцы мельника думают, что эти стены будут для них лучшей защитой, чем что-либо другое. Странно, что даже тем, кто твердо стоит на этой земле, кто каждый день смотрит смерти в глаза и должен был уже привыкнуть к ней. Нужно цепляться за небеса. Рейнджеры не говорят об этом вслух, но у многих я видел нательные крестики. От кого-то я слышал, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку и преисподняя оказалась на поверхности земли, а людям пришлось прятаться в бывшем аду. Поэтому нет на поверхности лучшего убежища, чем старые церкви. Не знаю. Но эти иконы и фрески, которыми расписана эта церковь, даже мне внушают какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность. Как будто всем нам, грешникам, уничтожившим мир, который не мы сотворили, еще нужно искупить свои грехи, еще нужно получить прощение. Так, можно что-нибудь? Володя, очень приятно. Привет, Володя. Пусть выбрать что угодно. Бесплатно? Я бесплатно бы выбрал. Ого! Слушай, офигеть. Я просто так забрал все эти... Так, надо заменить на какую-нибудь другую пугалку, потому что у нас потребляют одни и те же патроны. Я думаю, можно револьвер все-таки поменять, да? Можно что-нибудь протюнинговать. Так, у нас, в принципе, все стоит по этому оружию. Оно полностью тюнингованное. Что здесь можно протюнинговать? Четыре ствола, глушитель для дробевика, удлиненный ствол. И... Это у нас рукоять. Приклад. Я думаю, ничего не стоит нам тут делать. Протюнингуем нашу оптику. А, скорее всего, нет. Удлиненный ствол. И что еще есть? А, в принципе, не буду ничего менять. Мне и так все нравится. Так, ну спасибо, дружок. Патронов нам подкинул. Причем неплохое такое количество. Здорово! У тебя дрова колешь, да? А, это ты, я тебя помню. Ну, упражняйся. Это полезно. Так, вот ты очень похож на какого-то главнюка. Давай мы у тебя что-нибудь спросим. Привет. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Да, конечно, готов. Да почему бы и нет? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман. Вот. Дров на колу. Володя. Красава. Все снаряжение готово. А вы, ребята? О, ведьмак. Тогда поконим. Погнали. Хан, привет. Я вижу документы. Привет. Вот мы и встретились. Конечно. Документы первое дело. Так, заметка первая. Хан, я всему обязан ему. Если бы не он, я остался бы гнить в туннеле с аномалиями. Я бы никогда не добрался до библиотеки, если бы не он, мельник даже не стал бы меня слушать. Я не знаю толком, кто этот человек, да и человек ли он. Я же говорю, ведьмак. Да, в путь меня отправил Хантер, но ведет меня по этому пути Хан. Странно, но бойцы мельника, для которых, кажется, нет других авторитетов, кроме их несгибаемого полковника, прислушиваются к бродячему философу и верят ему. У него есть какая-то власть над человеческими душами. Хотел бы я встретиться с ним еще раз. Слишком много у меня вопросов, которых больше некому задать. Так вот, Джон Хан стоит рядом. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Да как-то нет. Что будешь делать? Молчаешь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял Артем. Насилие порождает насилие. И за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж. Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Прощай. Ну что ж, мне надо все-таки спастить нашу станцию. Спасти нашу станцию. Ничего не поделаешь. Вот такой вот у меня путь. К сожалению. Куда идти-то? Сюда вот? Во. А вы куда ушли, ребят? Вот они. Поехали. Это подвал из старого храма. Давай, забирайся. Без проблем. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайшие к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и Киевля не завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парки не погибли. Ну и люди. О, еще один приход. Какая-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. У нас опять черные сейчас воздействовать будут. Кто в такое поведет? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Ребят, вы видите мне хреново. Жесть. А что с нами творится-то? Я слышу птички. Я в раю? Так. С нами хотят связаться черные. А ты кто? Аж мурашки по коже это цены преподносит. Преподносит. Я сейчас. Хорошо. Вот это поворот. Все. Все. Очнись, Артем. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Да я вроде бы в порядке. Убери свет. Ты его слепишь. Артем. Все в порядке. Ты можешь встать на ноги? Я черных видел. Что это было? Черные. Мы приближаемся. Вот и гермотатуры. Отлично. И Артем встал, как ни в чем не бывал. Как будто это для него обычное дело. О. Пульт управления разнесен щетки. Все провода перерезаны. Володя. Доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь. И прикрывай нас с тыла. О. Мне это нравится. Огнемет. Поглядывайте за тылом, ребят. Так. Володя. Найди схему первого плана. Офигенно. Глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатель. Понял? Ну я должен прикрывать? Здесь что-то есть. Я прикрою. Кто-то к нам приближается. Это табун, видимо. Забей. Чувак, не забей. Не забей, чувак. Упыри. Огонь. Вот это другое дело. Горите. Давай-давай, гори. Слушай, чувак, ты мне, может быть, поможешь? Давай. Жесть. У меня закончились эти... Помогите мне. Да что вы такие? Помочь. Так, ну к чёрту. Ребята, меня тут хреначат просто, как я не знаю... Не знаю, как на чеченской пасхе какой-то. Так, а как его заряжать-то? Глянь сюда. Подожди. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить... У нас закончило давление. Здесь что-то есть. Давление закончилось в этом. Что-то к нам приближается. Забей. Да не забей, чувак. Нас это всё убьёт. Копыри. Огонь. Давай-давай, ребят, работайте быстрей. Мне здесь как-то не особо-то по себе. Да. Так, сейчас у нас закончится. Так, закончилось. Во! Вот так отлично. Давайте, ребята, поднажмите. Ой-ой, аномалия. Ребята, аномалия, вы же с ума сошли, что ли? Аномалия совсем рядом. Дайте выйти. Мне выйти не дают. Давай, давай! Вы видите, дайте! Получилось. Готово. Поехали. Поехали. Сука. Ребят, давай, давай, да ты что, с ума сошел? Поехали, что ли? Открывай. Всё, 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 наконец-то поехали. Аномалия-то приближается, ей вообще плевать на всё. Ребят. Фу. Проскочили. Ха-ха. Успели. Не поверишь, я бы тоже бы не хотел бы там оказаться. А вот как нагнетать воздух-то. Всё, хватит. Ладно, собрались. Впереди ещё долгий путь. Да. Шесть сюда. Это ещё что? Чёрт. Темно, как у негра. Дома. Дома, да? Ладно. Давай посмотрим, что там. Открывай. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Ну что ж, дорогие друзья, на этом моменте я готов закончить. Всем спасибо, кто посмотрел. С вами был Максим. Подписывайтесь на канал, ставьте свои большие пальчики вверх, пишите офигительные комментарии и зовите своих друзей. Увидимся в следующей серии Метро 2033. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok